Дамы, дамы, дамы и господа, дамы, дамы, спасибо за рецепт, которые уже пришли к нам сюда в эфир. Нет, на самом деле хочется представить гостю, встречайте Ксения Зайнулина, психолог. У нас в гостях. Ксения, доброе утро, здравствуйте. 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 Ну, собственно, про вот эту страшную весть-то и поговорим. Ну, она не то, чтобы страшная весть, но все равно, как вы думаете, вообще запреты, как таковые, там, в сети, или, ну, давайте про сеть будем все-таки говорить, в суе. Они помогут избавиться от каких-то вот домогательств, каких-то нежелательных последствий, нежелательных процессов? Да, я думаю, в какой-то мере могут. Ну, начнем с того, что вот откровенные фотографии, текста, да, какие-то, в общем, в содержании, да, которые имеют подоплеку секса, они являются таким некоторым пусковым крючком, да, для того, чтобы люди, склонные к домогательствам, да, проявляли свои действия. То есть это какие-то комментарии, возможно, это какие-то сообщения личные, да, то есть и мы не всегда понимаем, кто сидит за тем или иным акаутом, и, соответственно, ну, человек обезличен, по большому счету, и у него такая воля, изъявление, да, и он может направлять вот в любую сторону, и, соответственно, какие-то могут оскорбления, какие-то побуждения, да, быть в сторону ни в чем невинных пользователей, да. Подождите, вот, кстати, о ни в чем невинных пользователях, как я говорил, но многие ни в чем невинные пользователи, так называемые, они сами дают какой-то, ну, я не знаю, какой-то толчок к этому, понимаете, какой-то повод к тому, что, ну, посмотрел, ага, она там встала такая вот красивая, а он сидит, а в нем спит маньяк. До того момента, когда он не зарегистрировался в какой-то из социальных сетей. Он увидел и подумал, что все можно, и начинает сам, поэтому тут как бы... Ну да, безусловно, ну, здесь насчет невинных пользователей, да, могу сказать следующее, есть социальные веяния, да, есть мода, и вот эта вот некоторая сексуальная распущенность, да, в наше время, поэтому я думаю, что этот запрет в какой-то мере будет контролировать, да, социальную распущенность, потому что мы живем в социуме, и на нас влияет, ну, социум влияет на нас очень сильно, мы продукт его по большому счету, и поэтому, когда человек проводит много времени в социальных сетях, а сейчас наше поколение, конечно, да, вот, и, соответственно, он большой поток информации воспринимает оттуда, да, и получается, что много информации касаемо вот именно таких вот откровенных, да, вещей. И у него все время постоянно это умеет. Да, да, и то есть возникает обычное такое, знаете, суждение, ну, все делают, значит, это нормально, значит, и мне можно, и граница дозволенного снижается, и, соответственно, ну, попросту перевести на язык все можно, я что хуже, да? Да, 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 да. Да, и девушки, да, начинают выкладывать более, с каждым годом, наверное, откровения, откровения фотографий, поэтому, в принципе, та, запрет, да, там, насколько я же понимаю, что там и публикации, да, какие-то... Ну, да, публикации, которые побуждают, не то, что там, если в контексте просто прозвучало слово, да, или ты поделился мнением о том, что это там хорошо, плохо, было классно или нет, а именно, которое побуждает к какому-то действию, вот это запрет. Ну, вот, в том-то и дело, что вот с каждым годом, да, все откровение, все открытие становится, и, наверное, да, этот запрет, я думаю, что он будет немножко мобилизировать общество, все-таки будет менее пропаганда вот этой вот распущенности. Держать, так сказать, в ежовых рукавицах, так оставь, так сказать. Держи себя в ежовых рукавицах. Ну, или конкретной своей части. В общем, сразу возникает вопрос, в эпоху вот такой сексуальной революции, да, секс снова становится какой-то немножечко запретной темой. Не придем ли мы к тому, что вот как... Не придем ли мы к СССР? Да, в Союзе секса не было, а в России как бы тоже, да? Ну, смотрите... Нет, в России он пришел, но и... Помахал ручкой и убежал. Ну, смотрите, наверное, есть, да, тенденции какие-то, да, к этому, в общем-то, что-то и идет, да, даже взять этот запрет. Ну, начнем с того, что Facebook вроде американская же, да, сети есть? Ну, да, да, да. Ну, да, интересно, да, у них вроде... Господин Цукерберг, он... Да, а у них вроде демократия и свобода слова, да, и тут как бы вроде... Ну, она с каждым разом все... Ну, а вы знаете, все менее свободно. Нет, 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 я просто про то хочу сказать, что да, там демократия, свобода слова, есть, там, страна вообще свободная, да, но, видимо, дошло до того, что что-то не так в Дорожском королевстве. Ну, да, собственно, я думаю, не просто так предприняты эти меры, да. Ну, в общем-то, я думаю, что тенденции к тому, что секс становится немножечко под запретом, да, что где-то появляется цензура, тоже имеет свои... будет иметь свои положительные моменты. Ну, это именно положительные, не будет такого, что опять по вагонам поезда пойдут немые продавать веселые картинки. Нет, ну, я думаю, что до такого-то не дойдет. Ты настолько ты старый, да, вырвайся? Я говорю, я помню этот волшебный 63-й год, ты что. Поезд Иркутск на ушки. Ну, хоть не Кисловатск. Все, хорошо, вернулись, извините мои. Я думаю, что до такого-то уж, ну, не дойдет, но это мое предположение, поживем-увидим, как говорится, да. Вот, ну, как-то мобилизировать общество гораздо сложнее, чем распустить, поэтому, чтобы вернулось, вот, как вы говорите, да, то для этого нужно, я думаю, немало времени. Мне кажется, что для этого нужно не только... Я просто, вы понимаете, я зарегистрирован во многих социальных сетях, да, и, допустим, есть ВКонтакте, это более молодежная сеть, да, а есть, допустим, одноклассники, это более для взрослых. И там реже встречаются, кстати, подобные фотографии и подобные намеки, и поэтому мне кажется, что там вот этот запрет, он, в принципе, ему даже там и делать-то не надо, потому что там взрослые люди, которые просто общаются. Ну, так сделают запрет ВКонтакте, все перейдут в одноклассники. Да, ну, значит, к концура дойдет. Ну, Вячеслав, у тебя останется, тебе вес такой, куда отступай. Мы будем опять переписываться. ЖЖ вспомнил. ЖЖ вспомнил, да, да, да. Ксения, смотрите, такой вопрос. Действительно, вот мы будем скакать от одной соцсети к другой, но тогда они же совсем, наверное, отомрут. Потому что, мне кажется, что на самом деле, вот я понял твою мысль о Каше, мне кажется, что тогда соцсети станут выполнять ту функцию, чем они задумывались. Ну, знаете, я думаю, что общество найдет выходы и входы. Лазейку. Как же не обсуждать самую пикантную, самую волнующую для каждого человека тему, поэтому я не думаю, что это останется где-то вот в стороне. Поэтому какие-то способы найдут, чтобы заменять, возможно, слово. Ну, знаете, вот я, кстати, думала о том, что этот запрет повлияет на деятельность некоторых специалистов. Сейчас же стало очень много просветительских блогов о сексе. Да, да. Они попали уже под эту ситуацию. Попали, да. Ну вот, да. Есть сексологи, да, это даже в прописи слова секс, да, есть уже все. Вот, но это представители научной дисциплины, да. И я думаю, что они попадут под раздачу, потому что они какую-то просветительскую функцию просто несли, да. Может, никаких намеков там или чего-то, да. Ну, просто какая-то информационная, да, такая часть от их шла. Ну, и также продвижение своих услуг там тоже в тексте, возможно, какие-то будут связаны с сексом. Ну, невозможно, скорее всего, да. Не повезло одному из сотрудников нашего программа. Ну, ничего, дойдет выход. Да, да, да. Ну, то есть тут вот, я думаю, немножечко нечестно по отношению к ним, да. Действительно, палка о двух концах, потому что как раз сделан этот был запрет, чтобы защитить от сексуальных домогательств. И тут же попали в эту ситуацию группы и различные люди, которые занимаются защитой от сексуальных домогательств в соцсетях, то есть понимают тему и вопрос, и они вот реально попались на свои же грабли, так сказать, подкинули. И, так сказать, все это случилось. Ну, давайте, правильно сказала Ксения, поживем-увидим, чем, собственно, это все может обернуться, как это повернется и что из этого получится, нам покажет время. А сегодня у нас в гостях была Ксения Азарина, именно психолог. Ксения, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое, что пришли. Движемся дальше. Движемся дальше.